За последние 10 лет ситуация в облечении никогда не была настолько критичной, как сегодня. И это связано с самыми реальными факторами. О тех проблемах, которые на сегодняшний день сложились в Украине с закупками препаратов антиокровирусной терапии, о путях решения, о рисках для страны, сегодня я расскажу участники нашей пресс-конференции. Я передаю слово Максиму Рожевтику, председателю Координационного совета с украинской сети людей живущих свечей. Спасибо большое, уважаемые журналисты. Спасибо вам большое, что все приходят с нами и помогаете нам освещать важные вопросы для нашей страны. Ситуация с обеспечением антиокровирусного лечения в этом году достигла самого критического состояния. Такого состояния не было никак. Антиокровирусная терапия – это очень важный, необходимый элемент постановки эпидемиологии. Антиокровирусная терапия – это самый эффективный метод профилактики. Мы понимаем, что в стране сегодня много проблем. Нет достаточных денег на лечение всех пациентов. Мы не говорим, что проблемы онкологии, эмофилии и других заболеваний, они не важны. Они очень важны. И лечить нужно всех людей. Но когда мы говорим о ВИСПИДе, то мы понимаем, что ВИСПИД – это инфекционное заболевание. И оно может коснуться каждого. И если мы не будем лечить людей, то мы ставим под риск инфицированных для тех людей, которые сегодня не инфицированы. И таким образом антиретровирусная терапия является ключевым фактором в остановке эпидемии. Согласно международным данным, данным Всемирной организации здравоохранения, данным программы ООН по ВИСПИДу, для остановки эпидемии нужно лечить 90% всех людей, которые инфицированы. Только так мы сможем остановить передачу в случае лечить векции дальше. По информации Украинского центра контроля социально-амбасных заболеваний, в Украине сегодня насчитывается более 218 тысяч зарегистрированных в ВИЧ-эффициентах. А лечение получает всего чуть более 63 тысяч. По национальной программе, которая утверждена законом Украины, подписано президентом, к концу года такое лечение должны получать более 85 тысяч людей. Ситуация с неадекватным обеспечением антиретровирусного лечения за счет государственного бюджета связана с рядом фактором, как объективных, так и субъективных. Это оккупация Крыма, это военные действия на востоке Украины, это частые смены руководства Министерства здравоохранения в прошлом году, это ликвидация в прошлом году органов, который координировал противодействие эпидемии Министерства, а именно службы по противодействию социально опасных заболеваний. Это же, конечно, затягивание тендерного процесса, прошлым руководством Министерства здравоохранения в 2014 году, когда контракты с компаниями были подписаны в декабре прошлого года. Это, конечно же, постановление Кабинета Министров, которое разрешило оплачивать государственные средства за препараты, а препараты получать только через полгода. С целью избежать прерывания антиопровирусного лечения более чем в 63 тысяч рублей, всеукраинская сеть людей, живущих в Сибири, в конце прошлого года закупила экстренные препараты для того, чтобы в первом квартале этого года покрыть лечение тех людей, которые не смогли получить это лечение за счет государственного бюджета. А также всеукраинская сеть сделала летом экстренную закупку антиопровирусных препаратов, чтобы покрыть лечение людей в конце этого года и в начале следующего. Это стало возможным благодаря поддержке финансов и пониманию ситуации в Украине Глобальным фондом по противодействию инфекции, туберкулозу и малярии. С учетом данных обстоятельств с украинской сетью было инициировано ряд встреч с представителями Министерства здравоохранения и целью доведения о сложившейся ситуации представителями Министерства здравоохранения. И ситуацию, которая сложилась с одной из компаний, которая выиграла ТНК, получила государственные деньги, более 52 миллионов гривен и не поставила данный препарат в полном объеме Министерства здравоохранения. Мы, как неправительственная организация, сделали все возможное и невозможное для того, чтобы провести ряд встреч, переговоров, как с компанией Вектор Фарм вместе с представителями Министерства здравоохранения и компаний-производителей этих лекарств. Нашей командой, которая работает с минимизацией коррупционных рисков, был выявлен тот факт, что компания Вектор Фарм, которая впоследствии перерегистрировалась компанией Фиолис, были конвертированы в средства национального бюджета и выведены за рубеж. Мы проводили много встреч, много переговоров. Мы проводили акции, массовые мероприятия, на которых вы присутствовали, и вы их можете помнить. Это и очередь за лечением Кадмин, и тысячи смертей можно предупредить, еще можно предупредить. Даже было инициировано после наших акций прямое поручение в мае месяце премьер-министром нашей страны, силовым ведомствам, чтобы этот вопрос был решен. В следствии всех этих действий нам не удалось всем вместе, вместе с правоохранительными органами, вместе с премьер-министром нашей страны, добиться позитивного решения этого вопроса. Как вы все знаете, компания «Электропарм» вместо того, чтобы выполнить свои обязательства, подала в суд на Министерство здравоохранения с целью получить еще 10 миллионов гривен с Министерства здравоохранения для компенсации курсовой разницы. Всеукраинская сеть людей, живущих в СМИЧ, выступила третьей стороной в судовом процессе на стороне Министерства здравоохранения и удалось это дело выиграть. На сегодняшний день компания «Фиолис» подала апелляцию и на 30 сентября назначено просмотрение апелляции в суде высшей станции. Наши специалисты совместно со специалистами Министерства здравоохранения подготовились и будут продолжать отстаивать позицию пациентов и Министерства здравоохранения против компании «Фиолис». Нам на сегодня известно, что против компании возбуждено уголовное дело, но результатов пока нет. Вследствие спланированных комплексных действий удалось добиться, что компания «Фиолис» поставила и оплатила 20% от всей необходимой суммы и поставила 20% препаратов на территории Украины. Мы знаем также от компании-производителя, что весь объем антиритровирусных препаратов по этому контракту был произведен еще в феврале этого года. Больше 6-7 месяцев назад. Ситуация тяжелая. Она усложняется еще и тем, что Министерство здравоохранения не провело на сегодняшний день ни одного тендера. Мы знаем, что рассматривается вопрос по передаче, в частности, программы «Бориспиду» международным организациям для закупки препаратов. Но в этом процессе на сегодняшний день есть еще много неизвестных. И никто на сегодняшний день не может нам дать однозначного ответа, прямого ответа. Будут ли международные организации закупать препараты или нет? Если будут, то когда в Украину могут попасть так необходимы антиритровирусные препараты? Мы все знаем, что антиритровирусное лечение это ежедневное лечение. И человеку нельзя ни в коем образе прерывать это лечение, так как разовьется резистентность организма существующих препаратов. Ситуация сложная еще тем, что Академия медицинских наук, которая лечит более двух тысяч пациентов, также не провела ни одного тендера на закупку антиритровирусных препаратов в этом году. Не провела тендера на закупку диагностических средств диагностики, необходимых медицинских анализов, которые обязательны в сопровождении лечения. Более того, Академия медицинских наук не сделала это и в прошлом году. Мы знаем, что более двух миллионов гривен Академия медицинских наук, предназначенная на закупку диагностического оборудования были возвращены в национальный и в государственный бюджет. Таким образом, две тысячи пациентов на сегодняшний день остались без контролируемого лечения. Всеукраинская сеть людей, живущих в СВИЧ, сделала возможное и невозможное для того, чтобы обеспечить всех пациентов лечения. Мы провели экстренные закупки на сумму более, по разному, сумму более 5 миллионов долларов и передали эти препараты в клинике Министерства здравоохранения. А также мы ввели новую процедуру закупок, которая позволила обеспечить антиретровирусное лечение на два года более чем 43 тысячи людей. Мы смогли этого добиться введя новую процедуру редукционную, которая позволила снижать стоимость компаний-производителей антиретровирусные препараты. Мы убрали всех посредников с рынка так называемые компании-прокладки, которые подаются на всевозможные тендеры, в первую очередь тендеры Министерства здравоохранения и Академии наук. Мы убрали посреднические услуги и заключили международные контракты почти со всеми компаниями-производителями. В первую очередь это международные компании, американские, европейские компании. Это компании энергетические. Это те компании, которые преквалифицированы и допущены Всемирной Организацией Здравоохранения к процессу продаж качественных и дешевых препаратов. Благодаря тому, что у нас прямые контракты с заводами-производителями нам удалось добиться наименьшей стоимости. Мы помогаем международным организациям получить такие же цены, которых добились мы. Мы уверены, что применяя тот опыт и те знания, которые есть у нас, мы сможем, мы должны обеспечить всех людей антиретровоксным лечением. Мы не должны допустить нового именера эпидемии. И сегодня мы обращаемся к вам, журналистам, мы обращаемся к Министерству здравоохранения, к Каминету Министров. Ускорить процесс обеспечения антиретровоксными препаратами за счет государственного бюджета всех пациентов. Дорогие коллеги, я хочу подчеркнуть несколько основных моментов и добавить то, что сказал Владимир Шевцяк. Подумайте, совсем недавно диагноз речи инфекции СПИДа означал неминуемую смерть. Сейчас мы живем в Украине, где уже 15 лет есть доступ к антиретровирусной терапии, который позволяет сохранять любви с пищей инфекцией жизни. И вот именно 2015 год это год, который на международном уровне признан годом успеха, когда 15 миллионов людей в странах с низким и средним уровнем дохода получили доступ к антиретровирусной терапии. В Украине антиретровирусная терапия доступна проводится уже 15 лет. К сожалению, мы не можем похвастаться адекватными показателями в плане доступа к антиретровирусной терапии. Что можно сказать и подчеркнуть с медицинской точки зрения? Хочу сказать, что, проводя антиретровирусную терапию, важно осознавать необходимость соблюдения нескольких основных правил, антиретровирусной терапии нескольких антиретровирусной терапии тех пациентов, которые прерывают антиретровирусное лечение. И поэтому в настоящее время антиретровирусная терапия должна быть непрерывной в случае ее эффективности и это постула. Следующим очень важным моментом является понимание, что антиретровирусная терапия является мощным профилактическим средством, которое не только позволяет сохранить жизнь и улучшить здоровье пациентов с ВИЧ-инфекцией, но и также предотвратить передачу ВИЧ другим людям. Но для этого важно предоставить лечение, предоставить антиретровирусную терапию всем, кто в ней нуждается. И таким образом назначив антиретровирусную терапию рана, предупреждаем распространение ВИЧ-инфекции, а также предупреждаем распространение таких заболеваний, как например туберкулоз. То есть антиретровирусную снижаем материнскую смертность и обеспечиваем рождение здоровых людей, здоровых детей, что играет огромную роль для общественного здравоохранения. И именно такая стратегия, стратегия непременности антиретровирусной терапии для тех, кто ее получает, и стратегия расширения доступности антиретровирусной терапии для тех, кто не нуждается, польза для общества, к сожалению, в Украине в настоящий момент не реализуется в силу недостатка лекарственных средств, которые почему-то не закупаются, почему-то не обеспечиваются, несмотря на то, что есть закон Украины, который гарантировать должен в этом живущем свече, наличие древесерного пациента, право на получение антиретровирусной терапии. Хотя мы уже стали такими терпимыми ко многим проблемам, которые происходят к сожалению в кровоохранении. Мы спокойно смотрим на антитепрогенки, на филии, у которых развиваются кровоизлияния в суставы и инсульты вследствие прерывания доступа к препаратам селутывания крови. Мы смотрим спокойно на общество, я имею в виду, на страдания людей, которые зависят от антиретровируса препаратов и должны их принимать непрерывно. И, конечно, мне кажется, что в этой ситуации пора уже перестать быть равнодушными. И пора понимать, что доступ к антиретровирусной терапии, как и доступ к другим жизненно необходимым препаратам в Украине крайне важен не только для самих людей, которые заимеют эту проблему, но также для всех нас, потому что с одной стороны никто не застрахован от того, чтобы оказаться в такой ситуации, а с другой стороны это лечение имеет профилактическую работу, на чем я настаиваю. Спасибо. Военный конфликт на востоке Украины ставит перед ВИЧ-позитивными людьми дополнительные вызовы. Об этом расскажет Александр Готиев Бурин, специальность украинской сети людей, живущих СВИЧ-4, доступ к лечению на востоке Украины. Почти 7 тысяч пациентов, принимающие антиретровирусное лечение, проживают на территории Донецкой и Луганской области, которые контролируются правительством Украины. Жизнь этих 7 тысяч пациентов полностью зависит от властей Украины. Восток Украины в мирное время входил в число лидеров по распространению ВИЧ-инфекции. Два крупных областных спецентра с лабораториями оснащены материально-технической, с людскими ресурсами остались на неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей. С начала конфликта на востоке Украины мы, всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ, сосредотачивались на неконтролируемых территориях. Особенно после декабря месяца прошлого года, когда все лекарства, все товары медицинского назначения, закупленные за средства государственного бюджета, перестали поступать на неконтролируемую территорию. мы с помощью наших партнеров Всемирной организации здравоохранения, организации врачей без границ организовали поставку на неконтролируемую территорию лечения, жизненно важная для людей. Сейчас эту функцию взяла на себя ООНовская структура ЮНИСЕФ закупку антиретровирусной терапии и поставку на неконтролируемую территорию. Это логично, потому что на неконтролируемой территориях должны работать ООНовские структуры. Но мы как-то упустили из внимания ту часть территории Донецкой и Луганской области, которая находится на контролируемой правительством Украины территории. Получая информацию с этих областей, анализируя ее, мы поняли, что есть большие проблемы с доступом к медицинской помощи, к лечению ВИЧ-позитивных людей. И поэтому мы, всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ, инициировали выездное заседание рабочей группы по ВИЧ-суберкулезу и заместительной поддерживающей терапии пластыра ООН по здравоохранению в городе Краматорске и в северо Донецке. Инициативу поддержала Всемирная организация здравоохранения, Министерство здравоохранения Украины и Украинский Центр контроля за социально опасными заболеваниями, а также наши международные и отечественные партнеры. Цель этой поездки была акцентировать внимание на тех проблемах, доконтролируемых правительством Украины территориям Донецкой и Луганской областей и совместно с областными военно-гражданскими администрациями найти пути решения этих проблем. Ситуация в Донецкой и Луганской областях различается в форме. В Луганской области благодаря решениям предыдущего губернатора создан областной спецентр Северо-Донецка. Продолжается материально-техническое обеспечение этого центра. Назначен главный врач. Набирается штаб. Координируются вопросы, связанные с жизнедеятельностью центра и кабинета выдачи антирактивирусной терапии. Да, у них нет лаборатории для диагностики ВИЧ-позитивных людей, но по согласованию с Харьковским спецентром еженедельно направляются образцы крови для иммунологического и вирусологического обследования. Да, у них ни работ не создана, ни постановлена работа Координационного Совета по ВИЧ-спиду, но разработан проект региональной областной целевой социальной программы по ВИЧ-спиду, которая находится на рассмотрении и утверждении руководителем военно-гражданской администрации. У Департаментов здравоохранения Луганской области есть четкий план по созданию областной структуры оказания помощи ВИЧ-позитивным людям. В Донецкой области мы увидели иную картину. Областной спецентр в декабре юридически зарегистрировался в Славянске, на контролируемой украиной территории, но так и остался только в реестре, то есть на бумаге. Только в апреле 2015 года Департаментом здравоохранения был назначен главный внештатный специалист по вопросам ВИЧ-СПИДа. Он же является заведующим славянским городским спецентром и у которого нет ни штата, ни лаборатории, ни какой материально-технической базы, наверное, и желания, которые позволило бы выполнять функции областного учреждения. Главного врача областного спецентра назначить не могут в связи с тем, что у руководителя областной военно-гражданской администрации нет полномочий назначать и снимать руководителей учреждений, которые находятся в собственности областного совета. Бюджет, который выделялся на областной спецентр Донецкий заморожен, а это порядка 9 миллионов приведет. И отсюда, естественно, все вытекающие проблемы. Нет качественного эпидемиологического мониторинга, нет организационно-методической работы, нет в севере Донецкой области лабораторий, нет своевременного распределения антиретровирусных препаратов и товаров медицинского назначения, нет элементарного нормального склада, который принимал эти препараты и согласно стандартам обеспечивал власть хранения. В Донецкой области два городских спеццентра, 19 кабинетов выдачи антиретровирусной терапии и никакой координирующей и организационно-методической помощи. А это значит, что уже почти 5 тысяч пациентов, которые принимают антиретровирусное лечение, находится на волоске. Более того, из-за того, что на севере Донецкой области нет лаборатории для исследования образов крови и пищ позитивных людей, новых пациентов практически не набирают программу лечения, а это значит, что у людей забирают шанс на жизнь. На юге Донецкой области ситуация совсем иная. Там работает городской Мариупольский спецентр, есть лаборатория, около 2 тысяч пациентов получают антиретровирусное лечение. Более 300 новых пациентов получили лечение в этом году. Но проблемы все же есть. Например, с поставками антиретровирусной терапии. Лекарства, закупленные за средства государственного бюджета, направляются в Славянск. В Мариуполь Укрбакцина категорически отказалась вести, ссылаясь на полугодичное годичное письмо СБУ, где Служба безопасности Украины не гарантирует безопасность при транспортировке груза. А заведующим Мариупольским спецентром отправляя машину с медсестрой вдоль линии пересечения 700 километров прошу заметить туда и обратно. Он, значит, гарантирует безопасность? Нет, не гарантирует. Но он знает, что накануне, прекрасно понимает, что накануне лежат в жизни двух тысяч пациентов. И нужно обеспечить непрерывность антиретровирусного лечения. Всеукраинская сеть ЛЖБ, опять же, в свою очередь, в координации с Мариупольским спецентром, с Украинским Центром Социально опасных заболеваний поставляла напрямую препараты и поставляет Мариупольский спецентр. Тоже не гарантируем как бы безопасность вузов, но мы опять же понимаем, что накануне лежит жизнь двух тысяч пациентов. В целом, если подытожить, вот сейчас, прямо сейчас, необходимо срочно принимать решение восстанавливать областной спецентр в Донецкой области, на подконтрольное правительство Украиной территории. Если это не сделать в срочном порядке, то мы будем иметь катастрофические последствия для всей Украины, потому что, как я заметил уже, Донецкая область, это была один из неблагополучных эпидемиологических регионов. Нужно организовать межметовственное взаимодействие между структурами различными, здравоохранения, военными, МВД, пенитенциарной службой. Нужно принимать областную целевую программу Донецкой области по вопросам ВИЧ-спитера. И куда учитывать, опять же, вопросы профилактики ВИЧ-среди военнослужащих. Нужно проводить большой объем работы. И не откладывать это все на потом, а нужно это делать сейчас. Спасибо. Допаду несколько слов к словам Александра. Ситуация подключается еще и тем, что по нашей непроверенной информации всегда есть уже выявленные случаи среди бойцов АТО. Но эту работу по выявлению и профилактике не делает никто. ВИЧ-спитер. 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 никто не контролирует. И это еще одна причина, почему нужны наши действия сегодня на той территории. Потому что оттуда можно захлестнуть всю Украину новыми случаями в ИЧ-ферс. ВИЧ-спитер.